добрый день здравствуйте приветствую вас на своем канале у нас сегодня жара 36 градусов поэтому я вот одел специальный охлаждающий жилет с водичкой и термобелье ну потому что невозможно то есть я сегодня ездил километров наверно по 300 по этой жаре включая по городу китров 60 70 по пробкам но это очень смерть итак сегодня рассказ не про новый мотоцикл рассказ про хороший старый мотоцикл он 2016 года мотоцикл моего друга я его делал ему несколько лет назад и соответственно называется бмв с 1000 xr поехали а В принципе, этот мотоцикл я себе рассматривал в свое время к покупке, то есть до тех пор, пока не нашел КТМ Супер Дюк GT, я хотел его. Соответственно, вот он сейчас в том виде, в каком, ну, в принципе, по-хорошему и должен быть вот такого рода мотоцикл от BMW. То есть мы из него выбросили все эти дешевые компоненты, которые они используют для того, чтобы сделать максимально большую прибыль. Добавили все те необходимые компоненты, которые здесь ему нужны. То есть, что называется, сыграли на сильных сторонах модели и их еще дополнительно усилили. То есть основной смысл вот вообще всего вот этого мотоцикла, это как бы там универсальность. То есть вы покупаете один мотоцикл для всех случаев жизни. То есть прокатиться по городу раз там куда-то по делам или куда-то там до ближайшего кафе. Ну, собственно, раскраска говорит о том, что утилитарное применение, конечно, у него будет и было, но в целом он как бы довольно красиво сделан и привлекает внимание. То есть вот я, например, когда его беру на ТО, покататься и когда я там обкатывал его, неважно. В общем, ты стоишь на светофоре, естественно, на тебя все эти смотрят и участники движения на машинах, и участники движения на мотоциклах. Ну, у нас в Москве очень разношерстный мотоциклетный парк. То есть есть какая-то там дровища, там конца 20 века есть что-то более-менее свежее, есть там всякие херлии. В общем, вот это привлекает очень сильно внимание. Ну, что, собственно, и нужно было. То есть в том числе была такая цель. Давайте дальше расскажу. То есть это мотоцикл для всех целей, какие только можно придумать. Как я уже перечислял, плюс можно скататься куда-нибудь далеко, можно съездить в командировку куда-то, можно там даже ездить на юг спокойно. То есть один из важных моментов у этой модели, это ее полная универсальность. То есть вот я как бы достаточно еще раз его подчеркну. Итак, по факту, если покупать одну модель для всех случаев жизни, вот, прям даже других нет слов. Вот, пожалуйста. Есть минусы. Вот давайте я прям с минусов расскажу. Как обычно, мы начинаем с минусов, потом заканчиваем позитивом. Итак, вот когда вы покупаете его в самом BMW у дилеров, он, во-первых, цветовая гамма отвратительная. То есть, ну, понятное дело, что у немцев нет художественного вкуса, у них нет там чувства изящества, там чего угодно. Он вообще отсутствует. То есть вот взяли, как-то его покрасили, он был серый. Я там вставлю фотографии, фотографии, такой оляпистого серого цвета, дурацкого совершенно. И, ну, нам было все равно. Но в целом вообще у них, у всех раскраска отвратительная. Первое. Второе, что бросается в глаза. Ну, те, кто разбирается, они увидят, соответственно, дешевые комплектующие. То есть, вот здесь, например, сейчас у нас стоит самая-самая-самая топовая машинка тормоза. Это Brembo RCS Corsa Corta. Соответственно, с максимальным количеством регулировок. У нее там практически отсутствует холостой ход. То есть, вот ты дозируешь прям как надо усилие торможения одним вот этим вот пальцем, которым факт показывает. Да, вот прям вот этим. Ну, я, например, так делаю. То есть, у меня как бы я торможу этим, а там указателем помогаю. Ну, кто-то может быть по-другому. Не важно. Здесь такая тоненькая вот рукояточка для того, чтобы на скорости там 300 км в час, соответственно, было маленькое сопротивление. И у вас вот протоком ветра как-то не прижимало вот эту рукоять сюда. Вот здесь мы поставили гоночную гарду руля. Это как бы HP фирменный тюнинг заводской. В принципе, мне удивительно, да, что BMW, в принципе, компания, которая экономит на комплектующих, они работают с Джиллисом Тулингом. То есть, Джиллис Тулинг, это бельгийская компания, там частное лицо, хозяин, вот, делает классные вещи, вот в том числе там для BMW. Удивительно, я не понимаю, как обычно BMW все время покупает какой-то хлам дешевый, вот, но это прям класс. Поэтому, собственно, и купили. Дальше мы здесь дополнительно добавили грузики руля EvoTec. Почему? Потому что у этой модели, ну, у предыдущего поколения, это как бы вторая или третья генерация, ну, была некая особенность, там, вот так, зуд на руле, да, на определенных оборотах. Ну, я это не чувствовал, там, многие это не чувствовали, те, кто активно ездит, те, кто там пенсионерит, на них они чувствовали, и, соответственно, писали негативные отзывы. Поэтому во втором и в третьем поколении вот именно этого кузова здесь такие специальные проставочки были. С завода установлены резиновые демпферы, и, соответственно, вибрация практически ушла. Вот, дополнительно мы поставили еще тяжелые грузики руля в дополнение к штатным, и, соответственно, там победили какие-то там вторые производные или третьи производные этой вибрации. Но, как бы, понятное дело, что сколько волка не корми, у медведя все равно больше. Поэтому вибрация здесь осталась, потому что движок мощный, собственно, это, так сказать, весь источник вибрации, это мотор. Ну, опять же, меня не напрягает, владельца это тоже не напрягает. Соответственно, в паре к вот этому очень классному мастер-цилиндрового тормоза есть вот такой вот резомовский бачок фигурный, красивый. Там вот мы поменяли тормозную жидкость, она прям новенькая, здесь такая алюминиевая крепеж-пластина, она там отфрезерованная, еще там дополнительно бараширована. Ну, в общем, красивая. Здесь такой выключатель дополнительного света, ну, потому что головной свет у него отвратительный. Вот у этой модели, ну, собственно, как у S1000R, у S1000RR, вот весь головной свет на лампочках Ильича отвратительный. То есть, вот, ну, вот, как бы, ребята из BMW давно сделали хороший свет там в GTL, в RTL, ну, вот у S1000R свет был, ну, просто полный шлак. Соответственно, как бы, вот в дополнение, вот здесь дальше будут подсъемчики, вот сюда спрятали rigid, хорошие диодные противотуманки там у фары Fluda, ну, такого широкого потока. Ну, неважно, свет стал получше. Вот, опять же, вернемся там к внешнему виду. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот они здесь максимально убрали, так сказать, вот, асимметрию. Но я любил асимметричный, у меня был SRR в асимметричном таком же кузове. Соответственно, я его очень любил. Здесь асимметрии минимум. Ну, и опять же, добавили вот этот вот так называемый ходовой огонь. Ну, и общий вид получается, конечно, такой страшненький. Да, то есть, вот, мы сейчас вот его заведем, и посмотрите внешний вид. Внешний вид страшненький, но, как бы, это у BMW ни в коем случае не является королем и, там, козырной картой. Ну, вот так вот он выглядит. Сейчас вот так сделаем. Опа. Вот так. Да, вот такой, представляете, ходовой огонь, ну, как бы, не очень понятно, что должны видеть и думать водители автомобилей, когда у них вдалеке где-то вот такой ходовой огонь. Ну, черт его знает. К звуку потом вернемся. Так вот, внешний вид спорный, ну, как бы, вот такой он есть. Поэтому, вот, когда мы заказывали этот дизайн, соответственно, там девочка рисовала несколько вариантов, вот, собственно, вот это был финальный. То есть, вот это, между прочим, паршовский цвет от Porsche 911, какого-то 1970 какого-то года. Ну, вот это, типа, максимальное золото с флейками, там, будет под съемом. Посмотрите, оно такое грубо-зернистое, специальные флейки. Вот это, это, там, типа, мята или что-то в этом роде. То есть, вот такое вот аккуратное сочетание. У нас получается черное, черный пластик, шоколад имени Porsche, мята и золото. То есть, вот, как бы, он примерно вот так выглядит. Еще разочек я вот так вот приподниму, мы посмотрим. Ну, здесь сзади тоже такая полосочка. То есть, все определенные детали подчеркнуты, рельеф. Соответственно, что-то было дополнительно выделено, что-то нет. Багажник вот здесь стоял такой народно-хозяйственный. Сразу сняли, потому что не предусматривается перевозка, там, кофров и всего остального. Здесь такой красивый так получился. Ну, по мне, можно сказать, что это некий, как вот такой вот бобтейл, то есть, с таким коротким мощным хвостом. Вот здесь вот карбон, шмарбон, моему другу Арчи, привет. Значит, карбон, шмарбон, здесь мы, ну, его немного добавили, да, в каких-то определенных местах, чтобы сместить на это акценты. То есть, вот эта вот штучка, она такая фирменная, какого-то непонятного резинового такого резина, пластикового вида выбросили, естественно, поставили карбон. Вот здесь тоже какой-то непонятный резинопластик, выбросили, поставили карбон. Вот здесь бобтейл такой вот, как бы мощный, мощный хвост, как вот у такого, такого нормального пса. Соответственно, задний хагер тоже карбоновый. Вот, 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 вот здесь вот, опа, подножечки HP-шные, красивые, прям как положено, бам. Но, судя по всему, на них не вставала нога пассажира, ну, может быть, один раз. Соответственно, опять же, HP-шные подножечки водителя, чем хороши? Во-первых, можно регулировать, мы там поставили чуть-чуть повыше, раз. Во-вторых, они маленькие, то есть, вот, как бы, ты очень удобно, вот, на них вот так, хоп, стоишь. Ну, у меня обувь, соответственно, не мотоциклетная, но, тем не менее, стоишь очень удобно. Потом, вот это все на подшипниках, то есть, оно прекрасно, вот, 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 никаких люфтов, ничего, идеально прям. Здесь регулируется выше-ниже, ближе-дальше, то есть, в любых положениях, в зависимости там от того, какая у кого стопа. Карбон-защита, ну, хилгард называется, по-русски, не знаю, защита стопы, наверное, от маятника. Вот, теперь идем, собственно, вот сюда, вот, квикшифтер, вот он, датчик квикшифтера здесь, рычаг коробки здесь. То есть, коробка максимально короткоходная, то есть, вот, в этой конфигурации можно переставить рычаг больше и меньше. У нас здесь стоит больше, и, соответственно, оружейная четкость переключения передач прям пам-пам-пам и вверх и вниз. Отдельно хочу сказать, что вот у BMW есть определенные косяки с квикшифтером. То есть, например, ну, правда, об этом блогеры не говорят, потому что им больше никакие взрослые дяди из BMW, никакие мотоциклы BMW не дадут. Поэтому я скажу. Значит, например, у всей серии R, там 1200, 1250, там гуси, ртехи и что там у них, РСки. Крайне отвратительный квикшифтер, то есть, с первой на вторую он с жутким ударом переключается. И такое вот ощущение, там можно провести аналогию, что завод BMW покупает эти квикшифтеры для R-серии у газовского завода. То есть, как бы, такие же, как, ну, допустим, если бы у газели был квикшифтер, то, соответственно, он бы стоял и на BMW. Отвратительный, но, так как вот эта вся история, она родилась из S1000RR, с гоночного спортбайка, с квикшифтером здесь нет проблем. То есть, вне зависимости от оборотов, даже на низких, вне зависимости от положения ручки газа, то есть, не обязательно откручивать до конца, чтобы пользоваться квикшифтером. Настройки здесь прекрасные, он отлично переключает, как вверх, так и вниз. Поэтому здесь я BMW, естественно, похвалю, а у гуся, я еще раз скажу, что отвратительный квикшифтер, как от газели, хуже не бывает. Опять же, как бы, историческое наследие, вот эти все пультики, они стоят на всех моделях. Вот как в начале своего пути эти пультики были бракованные, кнопки залипали, там, что-то не переключали. В общем, BMW, вот маленький совет еще, надо покупать на излете. То есть, когда 3-4 года модель прошла уже в производстве, соответственно, все бета-тестеры, это как бы пилоты, ну, назовем это так, как любители новизны на своем собственном опыте и кармане довели мотоцикл до ума. И, собственно, все там грамотные люди, которые хотят максимально беспроблемный мотоцикл, уже могут его покупать. Вот, вот это как бы 16-й год и дальше, никаких проблем, можно спокойно покупать, мы и купили. Соответственно, что еще здесь есть? Естественно, здесь есть активная подвеска, ЗАГС, с ней все хорошо, она такая толстая, прям приятно. Не буду врать, не помню, сколько миллиметров, 48 или 50, неважно. Значит, по активной подвеске есть несколько моментов. Есть настройка там роута, есть настройка динамика. И получается, у тебя и отклик ручки газа, и там работа мотора, и там подвеска, все это как бы вот слеплено вот сюда. То есть, как бы есть несколько разделов, там, рейн, роут и динамик. Динамик про тоже есть. В общем, идея в чем, что в динамике подвеска жестковата, а в роуте мягковата. Ну, как жестковата, то есть, в принципе, те, кто любит там, типа, спортивную езду, они скажут, о, как раз то, что надо. Но по факту, если вот много на нем ехать, то в режиме динамик, ну, он из тебя вытрясает душу. Я помню в свое время с Борисом Ламином у нас был такой прикол, он мне давал покататься на XR-е представительства с пробегом там 1018. Я ему звоню и говорю, Борис, что-то странно, мотоцикл 18000 в режиме динамик мягковат. Он мне такой, да не может быть, Алексей, может, вы хотели сказать жестковат. Вот, а на самом деле, я говорю, да не, я-то знаю, что я говорю. То есть, видимо, какие-то эти блогеры и журналисты его там подкончили, ну, потому что на нем есть все, кто не лень, дают там всем подряд. Вот, и потом, когда я уже купил, как бы, вот этот мотоцикл на тюнинг, я его обкатывал, я понял, что, ну, естественно, он жестковат. Ну, то есть, как бы, так он и остался. Вот в хороших руках, в руках одного хозяина, никаких вопросов. По подвеске чуть жестковато, но можно, либо в роуде чуть-чуть мягковато. По мне, ну, кому-то это будет хорошо. Поэтому мы переходим к тормозам. Значит, покажем. БМВ, естественно, экономят на всем. И, соответственно, тормоза. Здесь были какие-то старенькие, они там на гусей ставят, в том числе, четырехколодочные. Причем была дебильная история, я по-другому не скажу. Новый мотоцикл, абсолютно нулевый. Я начинаю обкатывать, и тоже звоню Борису. Говорю, Борис, я вот на тормоз нажимаю, у меня вибрация на рычаге, как будто диски гнутые. Он говорит, Алексей, ну, вы знаете, это вот такая вот история с ними вот бывает. Мол, плохие колодки, купите колодки хорошие, и тогда будет все хорошо. Говорю, слушайте, ну, как это новый мотоцикл, как я должен купить там пробег 300 км. Почему надо купить новые колодки? Он говорит, ну, нет, ну, вот такая вот история. В общем, ну, короче, гарантии на тормозные колодки, естественно, нет. Я говорю, ну, ладно, нам плевать, потому что мы будем это всю дрянь выбрасывать, а соответственно ставить будем хорошие вот я откатал тысячи километров мы сделали первое то значит поставил brembo brembo естественно настоящие нормальные m4 и вот все никаких вибраций ничего и вот тому еще был кроме вибрации дебильный момент по-другому тоже не скажешь это слишком жесткий первоначальный прикус то есть ты тормозишь на кино чуть-чуть притормозить а он прям очень сильно ну brembo естественно этого ничего нет соответственно это brembo m4 вот мне очень нравится слова m4 работает с корсо кортой тут армированные шланги как бы фирменные не подошли в итоге мы это выбросили всю магистраль проложили ну короче тут было достаточно количество работы но по итогам получается ты тормозишь одним пальчиком все диски остались штатные но это нормально соответственно как бы никто не прямо мучать вообще во весь опор не собирался поэтому диски оставили штатные едем дальше так вот соответственно переднее крыло но обычные бмв некрасивые выбросили поставили карбоновая я люблю фирмы evatec ну как бы уже неоднократно говорил делать хорошие вещи здесь стоит защита радиатора жидкостного охлаждения и масляного радиатора evatec штатные демпфер руля очень приятная штука то есть насколько я помню на первых выпусков его не было потом они поставили типа поняли что есть некий воблинг я на нем до двухсот как бы ездил там ну может даже чуть быстрее но воблинга нет все прекрасно работает опять же что не способствует воблингу это маленькие зеркала с этим чем больше зеркала чем они дальше тем больше тенденции к воблингу опять же оставили вот штатные зеркала потому что предполагалось что они будут расходниками потому что ты когда едешь городе в плотном потоке то ими можно так очень здорово насшибать зеркала газели и всех остальных таких вот микроавтобусов и всего остального я помню даже сам когда как бы отвозил заказчику этот мотоцикл по моему вот этим вот этим зеркалом я там снес газель ну как-то вот но чуть-чуть есть ну как бы новых следов кроме вот этого моего не прибавилось ну в общем то прикол ладно здесь соответственно гарда тормоза стоит ну я уже рассказывал во первых красиво во вторых функционально руль здоровенный но пилить руль не стали потому что предполагается что давайте вы не будете соваться в там в узкой междуряде вас будет останавливать руль и это как бы там будет способствовать пассивной безопасности то есть длина руля большая ну я даже не по мере но прям конкретно но я на нем ездил несколько дней вот сейчас пока брала делать то тоже не испытывал проблем то есть если у тебя большой накат то те все равно какой руль там кого надо ты подвинешь кому надо по бибикаешь там мотором в общем аккуратно попросишься и проедешь отметим вот такой момент я хочу как раз сесть значит очень классные опа очень классное сидение то есть сидение отформована но по крайней мере под мою там маленькую задницу вообще идеально то есть вот ты прям сидишь сам вот прям в упор там есть такой маленький упорчик здесь как раз и дальше и получается что там на разгоне ты соответственно держишься коленями естественно там упираешься там переносишь вес вперед там за руль не держишься очень хорошие на разгоне на подспорье именно вот форма бака задняя по из мысли прошу прощения форма задней части него точно есть день был очень тяжелый поэтому немножко заговорился так вот про езду с пассажиром ничего не знаю я не ездил но сидение здесь как бы такое нормальное большое вот есть ручка где может пассажир упираться как при торможении так и держаться на разгоне ну что очень удобно и соответственно как бы там некий комфорт тут есть вот как традиционно сидение довольно жесткая ну я не испытываю проблем то есть я кто-то привык жестким сиденьем видимо то есть может кто-то будет другое испытывать поэтому про сидение ничего не могу сказать как бы она вот такое хоп вернемся сюда здесь такие небольшие крыш-бары св мотек здесь за ними мы специально спрятали ну чтоб так снаружи не было и чтобы если бы какое-то не дай бог падение то ты не не оторвал фару и она не болталась вот они спрятаны туда вниз прекрасно включается там будет вот подсъемки мы их покажем наверно последний такой некий штрих это глушитель в принципе мотоцикл должен быть хороший звук соответственно штатного звука не было никакого поэтому купили акрапович вот такой классный титановый но он естественно был задушен здесь стоял дебе киллер мы вот эту штучку открутили дебе киллер там тоже открутили вытащили все нормально стало теперь появился нормальный звук и я его сейчас вам дам послушать вот так есть так вот в чем прикол когда ты активно едешь там больше определенного процента ручку газа открываешь здесь они открывают такое специальный клапан там ля-ля-ля и вот выдается такой прям конкретный звук на разгон прям очень нравится но если вы например едете спокойно то есть вот на нем сложный кач ездить спокойно но можно вот если вы ездить на нем спокойно то можно ехать 160 при при постоянном определенном положении ручки газа при этом нет никакого звука выхлопа вообще то есть акустический комфорт в дальней дороге вот такой мне немного непонятно как это сделано то есть я догадываюсь что видимо когда ручка на постоянном таком вот вот положении клапан как-то прикрывается нет никого звука мотора вообще то есть получается ты едешь и слышишь только звук ветра у себя в шлеме и соответственно к там в зависимости от шлема в зависимости от положения ветрового стекла который у нас вот такое опа но там два положения максимально низкая максимально высокая в принципе у них есть болезнь то есть от 130 начинается некая болтанка шлема так называемый баффетинг у тебя голова так же от шлеме болтаться но если ты как бы там 160 переходишь что это прекращается все опять же и так я немножко пригибался вниз то есть если человек ниже чем 181 то ему как бы нормально там может 178 или там 175 но опять же когда идет речь о человеке ну скажем так невысокого роста там ну меньше чем вот этот пресловутый допустим метр восемьдесят то он может поймать вот какую проблему мотоцикл высокий то есть получается но я как бы там практически ну вот чуть-чуть достаю пятками но но он высокий то есть если вы вдруг едете в какой-то там услуга расфальтовой дороге сказать колейность вы можете по гребню колейности где-то там вот ехать при этом встать и можете очень сильно удивиться пытаясь вот именно достать и до земли если у вас как бы рост не с запасом почему это важно это важно потому что у него очень высокий центр тяжести ну собственно вся вот эта рулежка хорошая она из-за чего из-за того что первое очень хорошее шоссе раз во вторых очень мощный задний маятник прям как от спортбайка 2 и в третьих из-за того что высокий центр тяжести его за этого не нужно достаточно сильно наклонить поворот для того чтобы за хорошей скорости в него проходить вот собственно опять же дурацкие шины я вот не люблю вот такие туристические шины но я прям вот их не люблю вот мы сюда сейчас подойдем вместо того чтобы но размер кстати 190 на 55 они должны быть такие яйцообразные и соответственно у вас вот эти части вот будут рабочие на яйцообразные на круглые они не рабочие за разом получается вот как его не валяшка работает то есть ну владельцу пофиг он на нем ездит спокойно но в целом я бы выбросил сразу учитывая что характер мотоцикла не соответствует ни сцепным характеристикам шин не их там форме я бы сразу их выбросил и купил какую-нибудь нормальную резину вот с таким эллиптическим не вот круглым профиль масса липтическим ну в таком же размере то есть еще раз вернемся современные со всей электроникой даже не буду говорить какое там количество электроники она здесь есть вся вот таким вот определенным внешним видом кому-то нравится кому-то нет с точки зрения техники здесь все как надо на 5 баллов всех бы мощные косячки решены соответственно потому что тоже там закат скажем так модели добавлен весь необходимый тюнинг убрали всякую шляпу которая бмс завода прикручивает потому что ну как бы ну ну вот здесь стояла аксиальная тормозная машинка я могу сказать что даже фирма yamaha казалось бы даже фирма yamaha это на последнем трейсере ставит на нормальный нисси на радиальный а бмв по-моему даже на вот следующей модели которая вышла в двадцатом году и сейчас является актуальной здесь до сих пор стоит аксиальный неси но это прям вообще просто днище ну опять же маркетологи как бы их дело вот поэтому что можно сказать здесь как бы добавлено было все что надо все что не надо было убавлено единственно что я бы например добавил учитывая что зеркала живы и никто не сбивал зеркала газели автобусов то вот вместо этих простеньких зеркал я поставил как красивую резому вот прям реально я бы нашел поставил это первое и второе я бы вместо вот этих лампочек ильича я обязательно предложу владельцу поставил бы сюда диоды линзованные диоды и было бы прямо классно то есть вот вот такой вид бы сохранился но здесь что были бы линзы и диодный свет потому что я вот на нем ездил несколько дней там три что ли или четыре и получается что водители ну плоховато относится к лампочкам ильича и вот они под меня прям частенько подъезжали при том что на остальных мотоциклах у меня диоды стоят и соответственно оборот они от меня отъезжают во все стороны и на многих других мотоцикл который я брал на тест тоже стоят диоды и они очень здорово информируют водителям о мотоцикле здесь как-то лампочки ильича ну вот не особо собственно все хороший конь мне он нравится с удовольствием откатал на нем километров 400 наверное вот и сегодня вечером отдаю владельцу собственно конь хороший не зря приятно за проделанную работу поэтому ставим вот такие лайки там прожимаем колокольчики отправляем там друзьям ссылки но вообще читаем там мои рукописные тексты на драйве я там подписываю периодически ну и смотрим видео все спасибо до встречи до свидания